Субтитры подогнал «Симон» 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 «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». «Сидите, братья и сестры, сегодня шестое воскресенье Пасхи. Наши братья и сестры, живущие по восточному литургическому календарю, празднуют сегодня воскресенье Христова. Поэтому я хочу приветствовать вас снова этим возгласом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы достойно участвовать нам во святых тайнах. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. «Моя вина! Моя вина! Моя великая вина! Поэтому прошу блаженную преснадебу Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Аминь». Аминь. «Мерий сон» Слава Ижней Богу И на земле не путем в небо, но от оборудования хвалим тебя, благословляем тебя, обояйся тебе. Слава Своей, благословляем тебя, благословляем тебя, небо ты, слава твоя. Господи, Божественное небесное, благословляем тебя, 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 благосл ПЕСНЯ 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 Явил Господь спасение Своё, открыл пред очами народа правду Свою, вспомнил Он билость Свою и верность Свою в Дом Израиле. Перед народами Господь открыл Своё спасение. Все, как все земли, увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Перед народами Господь открыл Своё спасение. Чтение первого послания святого апостола Иоанна. Вослюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия нам открылась в том, что Бог послал в мире единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в велостивление за грехи наши. Слово Божие. Благодарение Богу. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Кто любит Меня, тот соблюдёт Слово Моё, говорит Господь. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придём к нему. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Сияние заповедь моя, долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей свои. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делает Господин Бог, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас искал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод в вас пребывал, да, почему не попросите от Отца во имя Моего, он дал вам. Сие заповедую вам, долюбите друг друга. Слово Господне. Слава тебе, Христе. И в английском речении, да и славится наше предвышение. Аминь. Аминь. Дорогие братья и сёстры. Продолжаем чтение Святого Евангелия от Луки. Готовясь к этой проповеди, я задал нейросети вопрос. Сейчас нейросети отвечают на все вопросы по теме проповеди. Как предотвратить беду? И очень известная с женским именем нейросеть ответила, что, чтобы предотвратить беду, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Их ровно четыре. На улице нужно быть аккуратным и вежливым, соблюдать правила дорожного движения. В зданиях соблюдать правила пожарной безопасности, правила гигиены, уважать внутренний распорядок. Перед тем, как пойти на улицу, нужно проверить, выключен ли свет, вода и газ. Больше всего мне понравился четвертый пункт. В любой ситуации человек должен быть на чеку, потому что потенциальная опасность существует везде. При любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения 0.1 или 112 с мобильного телефона. Это все очень хорошие рекомендации, но, увы, не универсальные. В следующем фрагменте Христос провозглашает горе фарисеям и книжникам, от которых, вот от этих последствий горя, не поможет служба спасения и правила гигиены. Хотя, вроде бы, с них, кстати, все и началось. Фарисей позвал Иисуса обедать и удивился, то есть выказал гостю свое удивление, что тот не умыл рук перед обедом. Ну, надо понимать, что на Востоке не было ни вилок, ни ложек, все брали руками из общего блюда, поэтому, вроде бы, как логично, все умывали руки перед едой, и Христос вряд ли бы стал что-нибудь противопоставлять этому обычаю, если бы фарисеи, конечно, из этого не сделали прям целую чехарду, то есть они придали ему смысл закона, без соблюдения которого нет спасения, и при этом, да ладно бы еще и это, они же пренебрегали, на самом деле, чистотой сердца, то есть Иисус обличал их в лицемерии. И здесь, ну, как бы, можно было, конечно, соблюсти такой очень интересный ритуал, там специальная вода в таких каменных чашечках, потому что другая вода может быть нечистой, и там брали три половинки яичной скорлупы, вот туда наливали воду, и вот в эти каменные чашечки выливали, сначала, значит, лили из одной половинки скорлупы воду на, значит, на правую руку сначала, да, на правую сначала, потом ее, вот, как бы, вода текла по запястью, и тыльной стороной ладони все это растиралось, потом процедура повторялась с левой рукой, вот, потом лили воду уже вот так, чтобы она с локтей на пальцы, значит, стекала, и все это превратилось в такой уже, скорее, ритуал, потому что, на самом деле, конечно, с гигиеной это уже не имело ничего общего, ну, три половинки яичной скорлупы, конечно, рук от грязи не отмоют, поэтому это все превратилось в чисто ритуальное такое дело, и фарисеи думали, вероятно, и учили так других людей, что горе приходит в их жизнь, если они нарушили ритуал. Ритуалы при этом важны, никто, кстати, их не оспаривает, и вежливость важна, и гигиена важна, но весь этот вот афронт, который предпринял здесь Иисус Христос, вот такой специально, да, демонстративно не уныв рук перед едой, он был, конечно, задуман совершенно другой целью, не с целью, там, не с провергнут ритуал, вежливость или гигиену, он хотел сказать, что горе-то в вашу жизнь фарисеи приходит совершенно с другой стороны, то есть вы очень хорошо укрепили ритуальную сторону вашей религиозной жизни, и это очень похоже на то, как я не помню, в какой-то юмористической передаче, чуть ли не в городке, что ли, там, главные герои строили ворота, укрепляли их, ну, то есть показывают крупным планом ворота, и они там и такой замок повесили, говорят, нет, это что-то как-то слабо, давай еще, и они еще там замок повесили, еще засов, и еще там двойную дверь поставили, ну, вот теперь вроде нормально, нормально, да, и они уходят, а потом камера отъезжает, и показывает, что ворота стоят в чистом поле одни, ну, то есть стены вокруг нет, то есть ворота очень хорошо укреплены, а крепостной стены вокруг нет, то есть, конечно, враги придут со многих сторон, да, у вас очень хорошо укреплены ворота, ритуальная часть вашей жизни прикрыта прям вообще замечательно, но горе придет из других направлений, и в сегодняшнем тексте Господь показывает 7 дорог, по которым приходит горе, и часто фарисеям невдомек, что эти дороги у них не прикрыты. Давайте прочитаем 11 глава Святого Евангелия от Луки с 37 по 54 стихи. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать, он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнены хищения и лукавства. Неразумный, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря, это ты и нас обижаешь. Но он сказал, и вам, законникам, горе, что налагайте на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы по ророкам, которых избили отцы ваших. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролетая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Итак, семь путей, по которым приходит горе к нам. Во-первых, горе приходит, когда грехи не побуждают вас к печали и сокрушению. Вот 39-й, 40-й стих. Фарисеев, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. То есть, Христос обвинил фарисеев в воровстве, хищении и в лукавстве. В чем состояло их воровство? Прикрываясь духовным авторитетом, многие из фарисеев входили в доверие к вдовам, уговаривали их переписать имущество на себя. И буквально в Евангелии от Матфея Христос им говорит, вы поедаете дом и вдов. То есть, вы их просто тупо проедаете. Вы их даже в оборот не пускаете. Вы просто все тратите на себя. Кроме того, фарисеев не беспокоило присущее им лукавство. Они пытаются запутать его хитрыми вопросами. В конце мы об этом читаем. При этом, они в этих грехах, самое главное, не раскаивались. То есть, они грешили, но не раскаивали в грехах. Апостол Павел говорит об этом так в послании к римлянам. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю его и разумеешь лучшее, научаясь из закона и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невеж, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуя, прелюбодействуешь, гнушая сидолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. То есть, человек грешит и в этом даже не раскаивается. О таком вот положении дел когда-то писала Марина Цветаева заповедей не блюла, не ходила к причастию, видно, пока надо мной не пропоют литью, буду грешить, как грешу, как грешила, со страстью, Господом данными мне чувствами, всеми пятью. Други, сообщники, вы, чьи наущения жгучи, вы, сопреступники, вы, нежные учителя, юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, Богу на страшном суде вместе ответим, земля. Бог призывает нас, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. А кто не проливает слез о грехах на земле, будет вечно оплакивать их там, за гробом, где плач искрежет зубов. Горе приходит через нераскаившееся сердце. Второй путь. Горе приходит, когда вы пренебрегаете милостью и справедливостью. 41-42 стихи. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятой, рудой и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. То есть, вам бы, конечно, и десятину платить Богу, и милость не забывать. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. В притчах записано. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Ну, фарисеи, кажется, не очень хорошо знали, что такое милосердие. Милосердия нет, не слышим. Они тщательно отдавали десятину с пряностей. Ну вот, купили вы, заказали в Ашане 10 пакетиков с молотым перцем. Вот один в церковь отнесли. Ну, так вот. С овощей, то есть, вот все. Но при этом много раз демонстрировали жестокость. Хотели побить камнями женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Решили убить воскрешенного Лазаря Христом. Несколько раз покушались на жизни Иисуса и в конце концов добились смертного приговора. Апостол Павел обвинял фарисеев, но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение правильного суда от Бога. Как у нас обстоят дела с нашим милосердием. Когда мы в последний раз сделали добро ближнему, навестили больного, пожертвовали на миссию или на церковь. И если нас не трогают проблемы людей, то горе уже близко. Третий путь. Горе приходит, когда главной нашей страстью становится одобрение других людей. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. В синагоге привилегированные места всегда спереди. Они обращены лицом к молящимся. То есть, там сидят фарисеи, почетные места для прихожан, первые ряды. Вот они друг напротив друга. Чтобы видеть, кто там главный у нас богач, чтобы ему воздать там комплимент какой-то, больше всего приветствий и комплиментов, достается тем, кто сидит спереди. И чем больше уважения оказывали фарисеям, тем значительнее было их такое самомнение. Они забыли, что главное для человека быть признанным Господом. Апостол Павел писал фессалоникийцам, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других. Потому что важно в конечном итоге будет только то, что скажет о нас, о нашей жизни Бог. Не соседка, не люди, там, другие. У нас есть частая привычка искать признание. У людей, а не у Господа. Но есть хорошее предостережение. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. И также Христос говорит, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Чаще всего Божья признательность не совпадает с человечеством. Мир ценит что-то яркое, напористое, наглое, сильное, очень такое интересное, заинтересовывающее, клиповое. А Бог ценит иное. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духа. И на трепещущего перед словом Моим. Четвертый путь. Горе приходит, когда вы незаметно исподвали, развращаете и оскверняете доверчивых людей. Горе вам, книжники и фарисеи, 44 стих, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. В Ветхом Завете прикосновение к гробу, к умершему или к кости человеческой, делало человека нечистым, на неделю. Ну, то есть, такой карантин. И во время этого карантина осквернившийся не имел права посещать богослужения и общаться с людьми. И вот Иисус говорит фарисеям, вы подобны незаметным могилам или костям. То есть, к вам прикоснешься и осквернишься от вас. Вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Потому что люди на вас смотрят, с вами соприкасаются и учатся от вас также лицемерить, хвастаться, накапливать сокровища, поверхностно исповедовать веру. Они с вами водятся и от вас набираются плохого. То есть, это, конечно, было страшное оскорбление, сравнить книжников и фарисеев со скрытыми гробами. То есть, те, кто считал себя самым священным, на деле, как бы, оскверняли других людей своим прикосновением. И те даже не ведали об этом. И здесь вопрос. Вот, что выносят люди из общения с нами? Вот, если кто-то с нами поговорил, с каким настроением от нас уходит человек? С благословением, с радостью или с утешением? Или он ушел от вас, унеся сплетню, опустошение, горечь? Соблазн. Горе миру от соблазна. Говорил Христос. Горе приходит, когда мы соблазняем других. Если вы не просвещаете и не освещаете вашим присутствием людей, и если они не благодарят Бога за общение с вами, горе уже близко. Пятый путь. Горе приходит, когда вы существуете по двойным стандартам. Законник, говорит, учитель, ну это очень обидно, да, 45 стих. Говоря, это ты и нас обижаешь. То есть, вот, фарисеи, ладно, но мы-то законники, мы нормально писание исповедуем. Мы не сектанты какие-то. Мы просто знатоки писания. Мы, можно сказать, почти светские люди. Просто хорошо знаем писание. А Христос говорит, да и вам тоже горе. Налагайте на людей бремена неудобно носимые, а сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Двойные стандарты. Они окружают нас сплошь и рядом. В семье можно там встретить. Ребенка ругают за неубранную постель, при этом взрослых она не заправлена. Одного, значит, ребенка наказывают заброшенные вещи в коридоре, а, значит, за другого ребенка мама аккуратно развешивает одежду. Двойные стандарты в политике. При одинаковом, там, сущностном наполнении действий одних стран получают поддержку и оправдания, а других осуждают, наказывают, выводят санкции и так далее. В общении. Мне можно то, что нельзя другим. Можно все то, что им тоже можно делать. Да, то есть вот отношение к коррупции, к пользованию служебным положением, когда человек гневно обличает воровство, а сам ворует тоже. И фарисеи вот учили праведности, создавали законы, а сами их нарушали. Это все равно, что проповедовать о жертвенности, о нестяжательстве, имея несколько там домов, автомобилей, не делясь этим вообще. В книге пророка Езекииля говорится о мерзостях, да, то есть сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Это великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от светильща моего. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина, и сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. Я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и язание сын Сафанов среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облакокурение возносится кверху. И сказал мне, видишь ли сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате, ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое, и не помилую, и хотя бы они взывали в уши моим громким голосом, не услышу их. Так что, если вы сами без покаяния нарушаете те нормы, которые требуются от других, горе близко. Шестой путь. Горе приходит, когда вы ни во что ставите Божьих служителей. Вот здесь с 47-го, аж по 51-й стихи, так говорится о том, что вообще взяли и всех убили, всех пророков Божьих убили апостолов, тоже одних убьют, а других изгонят. Так оно и случилось, все апостолы, кроме Иоанна, были убиты, Иоанн претерпел изгнание, но прежде был казнен сам Мессия. И знаете, в большинстве случаев, если мы смотрим на историю, то большинство служителей Божьих были убиты не атеистами и вовсе, в общем, не атеистами, да, то есть, очень религиозными людьми. И при этом мы не говорим о судах и смертных казнях там еретиков, там все-таки были суды и смертные приговоры даже не за ересь, а скорее за государственную измену, потому что идея была очень простая, ты должен верить так, как верит твой сюзерен. Если ты предаешь клятву данную сюзерену и меняешь веру свою, тебя судят за государственную измену, а за госизмену по-моему всегда была смертная казнь, ну и высшая мера наказания. Поэтому, конечно, мы такие даже процессы не берем, потому что там все-таки был суд, там было какое-то судопроизводство, разбирательство, разбирание свидетельства и так далее. Мы говорим об убийствах. Вот, например, недавно, 24 апреля, снова была память святого Фиделия Сигмарингенского, католического проповедника, монаха, капуцина, священника и аплодета, который в 1622 году проповедовал кальвинистам в Швейцарии, возвращая их в католической церкви. И, ну, довольно много он в этом преуспел, многие обращались. И его, собственно говоря, и посылали специально в кальвинистские районы. У него была охрана, но потом он эту охрану отпустил и сказал, что нет, не надо, меня Бог, у меня вот Бог есть, а если я даже и погибну, ничего страшного. и его встретили группа вооруженных профессиональных солдат, без суда и следствия его жестоко убили, расчленили и 20 профессиональных воинов забили до смерти его мечами и дубинами. То есть, это вот было жестокое убийство. И это не казнь, потому что не было суда, не было делопроизводства, не было приговора, это именно убийство. и там женщина просто ну, как бы это видела из близлежащего дома, она потом свидетельствовала и двое из этих солдат потом раскаялись и вернулись в католическую церковь. Вот не обязательно при этом убивать служителей, кстати. Можно просто не слушать, что они говорят. Вот Господь велел слушать ведь даже фарисеев. Он говорит, вы все, что они вам говорят, слушайте и исполняйте, только по делам их не поступайте, то есть, лицемерию не подражайте. Что же говорить о служителях церкви? Внимание к проповеди, к всему наследию, что оставляют вам ваши наставники. Если этим пренебречь, горе приходит в нашу жизнь. Ну и наконец седьмой путь. Горе приходит, когда вы препятствуете людям войти в Царство Божие. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения. Сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Господь рассуждает законников за то, что они взяли ключ разумения. То есть, взяли как бы в свое всецелое обладание ветхозаветный закон, который должен был приводить людей ко Христу. И вот овладев этим ключом, они и сами не входят в Царство Христово, и другим ничего не объясняют. Они превратно толкуют закон и так далее. Это как если бы вот мы нам верим на власть ключей, а мы бы с отцами вместо того, чтобы служить, вместо того, чтобы проповедовать, вместо того, чтобы отпускать грехи, все взяли и уехали там на Мальдивы отдыхать. И люди не войдут в Царство Божие, и мы не войдем туда. То есть, взяли ключи и унесли с собой. И и сами не вошли и другим воспрепятствуют. А можно подыскиваться под Христа, стараясь найти лазейки и противоречия в Божьем учении, чтобы обвинить Бога в своих бедах. Горе придет к таким. Как писал святой Исаак Сирин, мир блудница, он привлекает красотой, уловленный любовью мира, невозможен вырваться из рук его, доколе не лишится живота своего. Мир, когда совершенно обнажит человека, изводит его из дома его, то есть из тела, в день его смерти. Тогда человек познает, что мир стец и обманщик. Горе приходит. Но вы спросите меня, с горем все понятно, откуда же приходит радость и счастье? Вспоминается притча, как некий послушник спросил старца, что сделать, чтобы в мою жизнь пришли радость и счастье? Потому что старец сказал, так же мало ты можешь сделать, как ты можешь сделать что-нибудь для того, чтобы утром вставало солнце. Но почему же тогда не все и не всегда радостны и счастливы? спрашивает ученик. Потому что не всем удается не проспать восход солнца. Ну, это старец. Действительно, многие люди не просто проспали восход солнца, они просто живут только ночью, а спят весь день. А потом удивляются, почему нет солнца в их жизни, почему нет радости и счастья. Откуда приходят радости и счастья? Ответ очень простой, они не приходят. Горе приходит, потому что сатана насильно вдувает его в нашу жизнь, когда мы даем слабину. Это как в фильме, в Бореньке чего-то нет. Все люди говорят, должно же быть хорошо, должно же быть хорошо, а оно не должно, никому ничего, оно не должно. Потому что радость и счастье, они не ходят отдельно, они не бывают отдельно от Бога. Они во Христе. И получить их можно, только если быть в благодати Христовой. Глупо ждать, что к тебе придут радость и счастье. Они не умеют ходить, они не должны никуда ходить. Приходит Христос, и в нем радость и счастье. И быть в благодати Христовой зависит от нас. А если не быть, то горе придет. Сатана, бесы, мир, плоть наша дадут слабину. Но благодать Христовой сильнее. поэтому поспешим к Нему, чтобы избежать горя и войти в вечную радость. Аминь. Давайте с вами встанем. исповедуем нашу общую веру Некерцаре Градским Символом. Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Хворца Неба и Земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа и Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца Рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного и несотворенного Единосущного Отцу, через которого все сговорено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, не воплотившегося от Духа Святого и Марии и Теревы и ставшего человеком, распятого за нас при пользе и пилатия, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего описку на Отца, вновь грядущего со слабым судить живых и мертвых, и царству его не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает облонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, и с вами это единое крещение по отключению грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, в радости возвещая миру освобождение дарованное нам воскресшим Христом, помолимся о мире и согласии для нашей страны и всех народов. Господи, в немли молитвам нашим. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя, Христия, Церкви Твоей, и соединяй ее дух Твой в любви и святости. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя, да будет патриарх наш Леонарх и все епископы и священники добрыми пастырями и дослужат они верно своей пастыре. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя обо всех людях, да возлюбят они друг друга любовью совершенной и чистой. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя о сиротах, да обретут они заботу и тепло семейной любви. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя о детях, готовящихся к первому святому причастию. Да стремятся они всегда любить Тебя и доукрепляют свою благочестивую жизнь. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя и о нас здесь предстоящих. Да осознаем с радостью, что мы храм Бога живого, в котором пребывает Дух Святой. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя наших приходских нуждах за поездку в Крым, за здоровье, за операцию. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя о здравии. Надежда, я тебе верю. Господи, в немли молитвам нашим. Молим Тебя покоим. Надежда, господи, в немли молитвам нашим. Господи Иисусе, Ты назвал нас Твоими друзьями. Внемли прошением нашим и даруй нам, внимая вену Слово, и следуя за Тобой, свидетельствовать перед миром о нашей любви к Тебе, живущему и царствующему во веки веков. Аминь. Будем готовиться к святому вечеру. до книги и паинь. Долг од получится ана. у до 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 . ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Аминь. Мир Господу нашего да будет всегда с вами. И за Духом Твоим. Приветствуйте друг друга миром и любовью. Мируши нас всегда в их имя. Памятник Божий. Мируши нас всегда в их имя. Памятник Божий. Мируши нас всегда в их имя. Да, Бог, Аминь. Вот Аминь Божий, берущий на себя веки мира. Блаженно званый на вечерю Агутса. Господи, я не достоин, чтобы ты прошел под кровь мой. Но скажи только слово, и исцелится душа. Блаженно званый на вечерю Агутса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok